да здравствуйте хочу поблагодарить в первую очередь организатора форума за прекрасную организацию и способность мне выступить здесь с докладом господин басадзе на самом деле предвосхитился мое вступление мы практически едино в этом с ним поэтому я продолжу можно сказать буду говорить про азербайджан и конкретно про экономику экономическая ситуация в азербайджане но как лидера на южном кавказе происходит происходит трансформация она трансформировать свою модель из секундочку трансформируем трансформируем модель из нефтяной вне нефтяную это связано завершением нефтяной эпохи который доминировал последние 30 лет причина этой трансформации объективно это истощение месторожений нефти газовые доходы не компенсируют выпадающие доходы экспорта нефти также понимаем что мировая экономика находится в стадии кризиса причем структурного кризиса и выход из нее будет скорее всего разделение мира на макроэкономические зоны и соответственно тот кто будет реально подготовлен к такому сюжету тут и пройдет этот шторм вот тот ту трансформацию который сегодняшний день проходит азербайджан я хочу чтобы поделиться то есть что мы будем делать и что уже делаем и соответственно это будет наверно все таки интересно и другим странам в том числе и регионы изменение экономической модели безусловно влияет на изменения приоритетах внешней политики выборе партнеров и инвесторов а также поиски рынков сбыта для той продукции которую мы будем производить изменения также будут касаться и внутри страны для примера на пике уже третьего нефтяного бума вот в этой нефтегазовом секторе было задействовано около 75 тысяч жителей то есть населения и это давало 93 процента экспорта всего азербайджана на сегодняшний день нам нужно заменить вот этот 73 тысячи нам надо вовлечь во все производства миллионы людей грубо говоря люди заменят ту самую нефть очевидно что экономическая модель следующая будет сочетать себе промышленную аграрную и сервисную компоненты качестве примера сервисной составляющей модели будет выступать международная логистика север-юг срединый коридор и другие маршруты возможно развитие трубоводного транспорта например до загрузки бакинских нпз российской нефти азербайджанская экономика нуждается в инвесторах которые могут предоставить не только технологии производства товаров в том числе и аграрных но и рынков сбыта это говорит о том что страна активно ищет партнеров и готова включению в цепочки создания добавленной стоимости качестве специализации на развитие высокотехнологичной продукции с большой долей добавочной стоимости я могу предложить рассмотреть две модели идеи первое это участие стран регионов регионов конструированы создания гражданских самолетов вы сами знаете что проблема с гражданскими самолетами стоит остров в том числе увидите что происходит на сегодняшний день с боингом сервисом аэрбаса вообще то есть краж то есть нам всем нужен нормальный гражданский самолет я знаю что россия делает уже эти шаги но тем не менее это как раз таки будет интересно всем странам а вторая часть это форматология нам нужно самим разрабатывать и самим производить интеграция как раз таки всех стран региона будет очень привлекать естественно бизнес круги могут выступать своими инициативами которые будут рассмотрены и возможно принято изменение экономической модели по сути означает для азербайджана уменьшение влияния глобализации особенно ее финансовой составляющей в пользу расширения углубления региональных связей то есть я имею ввиду про торговлю уже за местную валюту то есть регионально перформатирование экономики уже сопровождается увеличением числа контактов на политическом уровне со странами соседями странами региона от россии до персидского залива и от китая до турции именно страны этого региона являются для азербайджана приоритетными если помнить о контексте событий происходящих со странах указанного региона мы можем прийти к выводу что азербайджан потенциально может столкнуться с санкционным давлением со стороны западных стран и это уже на повестке дня стоит мы уже ощущаем давление под разными предлогами но цель всего этого является влияние на интеграционные процессы которые ускоренно происходят в регионе мы в свою очередь отчетливо осознаем риски и пытаемся их избежать ну вот в принципе уже заканчивается время с высказанной мысли краткий а вот примерно носит ограниченный характер но я думаю что еще разовью но тем не менее я думаю что азербайджан сейчас представляет собой образец того что народ и элита понимает текущие вызовы пройти через процесс трансформации экономической модели означает не меньшей степени пройти путь изменений в социальной общественной жизни страны нам для успеха необходимо избежать рисков быть вовлеченными но мы не умеем поэтому это не избежать рисков быть вовлеченными польза